МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семеро молодых людей 2003-2004-2005 годов рождения действовали в составе организованной преступной группы, находясь на территории Тверской области, используя программное обеспечение, путем непромоверного доступа к личным кабинетам граждан в информационной системе, завладели паспортными данными потерпевших. Используя эти данные, задержанные оформили онлайн-займы в микрофинансовой компании на сумму свыше 900 тысяч рублей. Фигуранты задержаны в установленном законном порядке и допрошены. В настоящее время по поручению следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления, а также установление их фактического местонахождения. Сотрудниками Следственного комитета проведено 10 обысков по местам жительства и местонахождения подозреваемых по уголовному делу. У фигурантов изъято средства мобильной связи, множество сим-карт операторов сотовой связи, флеш-карты, иные предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность в сфере компьютерных технологий. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В преддверии этой даты, 18 апреля, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии России по Тверской области пришли к передвижному мобильному комплексу приема донорской крови, чтобы стать участниками донорской акции «От сердца к сердцу». У меня редкая группа крови, поэтому в мобильной станции меня сдать не получится, но я обязательно поучаствую в акции, приуроченной к Всемирному дню донора, которая будет в июне. Это всегда будет актуально, потому что есть больные, раненые, и для сотрудника Росгвардии сдать кровь, чтобы помочь любому человеку – это честь. Акция по донорству крови и ее компонентов проводится в региональном управлении Росгвардии на постоянной основе с 2016 года. В этот раз в акции приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии по Тверской области, полковник полиции Максим Дроздов, а также сотрудники ОМОН БАРС, вневедомственной охраны и военнослужащие управления. По словам главного врача областной станции переливания крови Евгения Беляева, так называемое корпоративное донорство хорошо развито в нашем регионе. В авангарде стоят люди, которые занимают на государственной службе, люди в погонах. Почему? Потому что, во-первых, они дисциплинированные, они ведут здоровый образ жизни, и поэтому они идеальные доноры. И, конечно, у нас есть соответствующие отношения и с Росгвардией, и с МВД, и с МЧС, и с службой судебных приставов. И поэтому с налоговой полицией мы очень тесно с ними сотрудничаем. У нас постоянно, каждый месяц проходят акции, в которых принимает участие та или иная силовая служба. И мы очень довольны в том, что находим понимание у руководителей этих служб. И очень благодарны сотрудникам, которые, в общем-то, исполняя свой воинский долг или служебный долг, не отказывают нам и выполняют свой человеческий благородный долг по сдаче крови по помощи людям. Среди росгвардейцев, которые в этот день сдавали кровь, старший прапорщик Ирина. На ее счету 23 донации. Это более 10 литров крови и ее компонентов. Каждый донор в этот день прошел тщательное медицинское обследование, включающее общий анализ крови, консультацию и осмотр врача. Этот комплекс нам поставлен был по федеральной программе модернизации службы крови еще в 2011 году. И мы его периодически используем там, где нет возможности использовать стационарное помещение. Он, в общем-то, полностью автономен. Может как работать от своих дизелей, так и от электричества, к которому можно подключиться. И он очень, конечно, удобен. Там все функции предусмотрены. И регистрация, и осмотр врача, и работа лаборанта, и донорский зал на четыре кресла. В этот же день в акции «От сердца к сердцу» приняли участие судебные приставы. Для сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов на протяжении многих лет донорство стало неотъемлемой процедурой. Да, это необходимо, чтобы спасать чьи-то жизни. Если Михаил уже опытный донор, то заместитель начальника Межрайонного отделения судебных приставов по розыску Дмитрий Зотов пришел сдавать кровь впервые. Я считаю, что это дело добровольное донорство. Но прежде всего это оказать помощь людям нуждающимся. Может быть, даже не то, что оказать помощь, а спасти чью-то жизнь. Ну вот поэтому причина сегодня мое присутствие здесь. Еще раз отметим, сотрудники правопорядка и военнослужащие пополняют банк донорской крови не только во время проведения донорских акций, но и на протяжении всего года. Все, кто чувствует в себя потребность оказать помощь людям, которые в этом нуждаются, приходите к нам на станцию. Мы всегда очень всех радушно встречаем, рассказываем. Донорство – это безопасно, это благородно, это нужно, это всегда будет нужно, потому что только человек человеку может оказать помощь в определенных ситуациях. По-другому никак. В прокуратуре Тверской области с 19 по 26 апреля организована горячая линия по вопросу качества и безопасности детских площадок. В прокуратуре Тверской области с 19 по 26 апреля организована горячая линия по вопросу качества и безопасности детских площадок. По номеру телефона 8 910 937 07 17 в рабочие часы граждане могут сообщить обо всех фактах ненадлежащего технического состояния детских и спортивных площадок, в том числе расположенных на территории детских садов и школ, бесхозном игровом оборудовании. Поступившая информация будет проверена и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, направить обращение возможно через единый портал прокуратуры Российской Федерации, а также единый портал государственных и муниципальных услуг.